Расширенное заседание коллегии управления Роспотребнадзора началось с информации о проведенных за минувший год проверках. Всего их было 2577. При этом 96% плановых проверок выявили те или иные нарушения. Что касается внеплановых, то в основном это были так называемые проверки по поручениям. Проверялись летние детские лагеря, оборот мясной и рыбной продукции и многое другое. Говоря о структуре проверок, руководитель регионального управления Роспотребнадзора озвучил новость, которая будет интересна предпринимателям. Структура проверок меняется в сторону увеличения доли внеплановых проверок. В целях дальнейшего снижения административной нагрузки на бизнес принято решение об отмене в 2018 году плановых проверок. В 2017 году управлением регионального Роспотребнадзора было составлено без малого 3000 протоколов об административных правонарушениях с суммой штрафов 23 миллиона рублей. Отдельно в ходе заседания был сделан анализ инфекционной заболеваемости. В минувшем году таких случаев было зафиксировано порядка 380 тысяч. Среди них, к счастью, не было ни полиомиелита, ни дифтерии, ни кори, ни краснухи. Отмечено снижение заболеваемости по 16-ти на заформах, в том числе такие, как дизентерия, как люш, сальмонеллез и другие. В то же время отмечается рост по интервирусным инфекциям, которые подняли свою голову осенью 2017 года. Дальше были у нас острые вирусные гепатиты практически на 50%, гепатит А, ветряная оспа, клещевой барелиоз. Не все гладко в Верхней Волжье и с профилактикой ВИЧ-инфекции. В 2017-м лишь в пяти районах области не было зарегистрировано новых случаев заболеваний. Зато остальные перекрыли это отсутствие с лихвой. Тенденция идет к росту. Превышает цифру на 12%. Наиболее высокие, как вы видите, это в Балаговском районе и в городе Вышневолочки. Эту же информацию подтвердил и заместитель председателя правительства Тверской области Виталий Синода. По его словам, в 2017-м году в регионе было выявлено 955 новых случаев ВИЧ-инфицирования жителей. При этом у нас очень серьезно показать пораженность населения. По методическим показаниям здраво мы вообще отмечаем, можно сказать, генерализованный тип развития ВИЧ-инфекции на территории Тверской области. У нас есть районы, в том числе Балагово, Вышнево, в общем-то, в центре вдоль трафика, вдоль железной дороги, так сказать, районы очень серьезно поражены. Поэтому совместная работа нам здесь очень необходима. Также в ходе заседания участники коллегии обсудили достаточно широкий спектр вопросов, включая ситуацию с заболеваемостью туберкулезом, проверкой детских оздоровительных лагерей и результаты 13,5 тысяч проб пищевых продуктов, которые были взяты на территории региона в 2017 году. Не обошли вниманием и проблемные вопросы. Например, материально-техническое состояние 80% пищеблоков в школах региона находится в неудовлетворительном состоянии. В течение пяти лет не меняется сумма выделяемых из бюджета средств на питание школьников и составляет 30 рублей на одного ребенка. В детские организации, к сожалению, поступают пищевые продукты, иногда низкого качества. Так выявлено 43 пробы фальсифицированной молочной продукции и наибольшее это количество в детских учреждениях Твери и Торжках. Еще одна проблема. В регионе по-прежнему страдает качество водопроводной воды, подаваемой населению. Впрочем, достижения тоже есть. Например, судебная практика. В 2017 году Тверское управление Роспотребнадзора подало 71 иск в защиту прав потребителей. И все они были удовлетворены, благодаря чему людям возмещено более 3 миллионов рублей. Кроме того, для судов были подготовлены более 100 заключений. По итогам заседания участники коллегии определили основные задачи на текущий год. Юрий Бумбур, Антон Шишкин, ТВ Тверь.